Самое интересное – это перестановка музыкальных инструментов. Она всегда занимает определенное время, и больше всего это связано с перестановкой барабанов и барабанщиков. Почему? Потому что барабанщики, они почему-то все, как известно, разные. У них на разном уровне висят тарелки, тарелки они приносят с собой, тарелки – это очень интимно. Ни один барабанщик просто так свои тарелки другому барабанщику поиграть не даст. Малый барабан желает его тоже принести с собой. Педаль для басового барабана – это очень интимный инструмент. Представляете себе, басовый барабан оперируется правой ногой барабанщика. Там всегда разная сила прижима вот этой пружины, которая оперирует колотушкой. И не дай бог, если барабанщик наткнулся на педаль, которая ему незнакома. Нет, конечно, он сыграет. Мастерство спасет. Но лучше все-таки, чтобы она была своя. Знакомая, проверенная педаль. Поэтому перестановка барабанов некоторое время занимает. Вот сейчас у нас барабаны, я смотрю, как-то выглядят сиротливо, без тарелок, без малых барабанов. Сейчас у нас на сцену выйдет еще один молодой лидер собственного коллектива. Русский язык – интересный язык. У нас некоторые слова невозможно сказать в женском роде. На эту тему все время было даже такое специальное редакционное выражение. Знаете, когда авторы в газетах и журналах путались в родах, редактора старой школы говорили, ну да, молодая пешеход добежал до перехода. Вот как сказать, молодая лидер собственного ансамбля. Ну нет такого слова в русском языке. Лидер ша, как-то это бульгарно. В общем, да, она молодая лидер собственного ансамбля. Пикантность еще в том, что, хотя она российский музыкант, учится она в настоящее время в Венеции, в консерватории имени Бенедетта Марчелло. Причем как классическая альтистка. Струнный альт. Знаете, да, альтовая скрипка. Но джаз, она играет на скрипке, как таковой. Не на альто, а на скрипке. И джазов скрипачей вообще, в принципе, немного. Это редкий инструмент. Хотя история джазовой скрипки простирается далеко. Вот туда в 1920-е годы там были великие имена. Там был Став Смит. Потом в Европе ждал Стефан Грапелли, который, судя по всему, для Дарьи Эйпушиц специальное имя. Она явно как-то себя ассоциирует с его стилем. Вот, например, первая прозвучит пьеса, которую написал Мишель Легран. И она была записана на одном из джазовых альбомов великого французского композитора. Но солистом там был как раз Стефан Грапелли. Эта пьеса будет называться «Ирма ладус». «Ирма сладкая». И вторая пьеса, тоже, кстати говоря, французского происхождения, написал французский композитор, автор множества популярных песен, которую даже в Америке, взяв за своего, стали называть Чарльз Тренет. Хотя он, конечно же, француз Шарль Тренет. Шарль Тренет написал множество известнейших номеров, в том числе джазовых, и прозвучит его номер, который называется «Миниль Монта». Ну и коллектив за ударными инструментами, вот как раз сейчас подвешивает тарелки к хай-хету. Хай-хет – это педальная тарелка. Кстати говоря, это чисто джазовый инструмент. Хай-хет изобрел джазовый барабанщик в 1936 году. Чик Уэпп – первый руководитель оркестра, которого впоследствии рекомендовала и Ало Физжио. Фёдор Андреев, ударные инструменты. На фонтажах будет играть Анатолий Кожаев на гитаре. Один из ярчайших представителей нашего российского цыганского джаза, джипси-свинга. Вот той самой музыки, которую играл Стефан Грапелье еще в 30-е годы с великим джанго Райнфортом. Зовут этого самого стильного цыганского джаза-педалиста московской джаза-сцены Георгия Ешигашвили. И, собственно, Дарья Эйвушиц, скрипка. Дарья Эйвушиц и ее квартет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 уровне известности, потому что сейчас на сцену выйдет непосредственно золотой голос российского джаза. Анна Бутрулина, конечно, было запланировано...